Восемь героев, одни декорации и маленький кусочек большой войны. События спектакля «Трибунал» разворачиваются в оккупированной белорусской деревне. Чтобы глубже проникнуться атмосферой, актерам пришлось искать вдохновение в авторитетных источниках. В этом деле по споре было фильмы о Великой Отечественной войне, которые идут в данный момент, не так давно проходили, что вариант «Омега». Ну, достаточно много информации, где можно почерпнуть ее. Перед нами крестьянский дом. Его хозяйка Полина, мать 12 детей, держит в узде всю семью. Хозяин – Терешко по прозвищу Колобок, добрый и бесхитростный человек. Все меняется, когда его назначают старостой деревни. А ну, разошлись! Я вам сказал! Пьеса создана белорусским драматургом Андреем Макоемком в 70-е годы прошлого века, когда писать о подвиге народа в Великой Отечественной войне было можно только в пафосно-героическом тоне. А тут – трагихомедия. Зрители сегодня, к счастью, не увидели, вернее, может быть, если увидели смешные моменты, они не показались смешными, потому что вот в этом, наверное, в этих веселых моментах это наивысшая точка трагедии. Многие актеры, принявшие участие в спектакле, хорошо знакомы зрителям по прошлым постановкам театра «Твит», но был и дебют. И после спектакля молодой актер Даниил Крупский переполнен эмоциями. Нужно соответствовать уровню этого великолепного театра, который уже огромное количество лет радует зрителей своими гениальными постановками. Гелес Лариса Сергеевна вообще у нас просто мастер на все руки. И, вы знаете, такие непередаваемые эмоции можно заработать только в таком месте, как «Твит» действительно. Пьеса «Трибунал» – материал непростой, но именно за такие обычно и берется коллектив «Твида». В своей речи после спектакля художественный руководитель театра Лариса Гелес объяснила нынешний выбор. Это нужно показывать, чтобы молодежь наша видела и помнила, во имя чего гибли наши деды, наши прадеды. И пока мы помним, они живы. Примерный показ спектакля состоится в следующем году и будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Максим Козлов, Олег Федоров, Сергей Ларин. Видное ТВ.